Продолжение следует... ...координирую стратегические проекты. Об одном из таких проектов я вам сегодня расскажу. В Ассоциации Больших Данных мы много занимаемся вопросами обмена данными. Непосредственно с этим связаны все вопросы доверия. Но мы сегодня об этом чуть подробнее поговорим. Собственно, давайте начнем. Я начну немножко с... Ну, можно сказать, издалека. Ну, отойдем на шаг назад. Я в своей деятельности очень часто сталкиваюсь с тем, что какие-то важные вопросы, которые всем кажутся очевидными, всегда требуют уточнения. Потому что на практике бывает непонятно, о чем речь, и главное зачем. Взял я определение языки ПИДИ. Это стандартное определение экономики, которое вы найдете во многих учебниках классических. Их и не только экономика, хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуги. И в результате этой деятельности непрерывно воспроизводятся влага, обеспечивающие жизнедеятельность людей. Ну, слова понятные. Если вам понятен смысл этого определения, я очень за вас рад, вы далеко пойдете. Мне, честно скажу, кроме слов, за этим не возникает у меня лес. Почему? Давайте я попробую объяснить. Почему мне не нравится это определение? Непонятно, зачем существует экономика. Вроде бы, она должна существовать, чтобы обеспечивать жизнедеятельность людей. Но мы понимаем, что экономика не только обеспечивает жизнедеятельность людей, но и обеспечивает какую-то определенную жизнедеятельность людей. Какую-то характеристику этой жизнедеятельности она тоже обеспечивает. То есть качество какое-то. Здесь этого нет. Зачем нужна хозяйственная деятельность, совокупность этих общественных отношений, которые сами по себе складываются или как-то они все-таки что-то их складывают в уже существующей системе производства, распределения, объемов, распределения? Или это возникающие системы, или кто-то их устраивает, это одна система или много разных систем, как они связаны, товары и услуги, это вообще единственные блага, которые обеспечивают жизнедеятельность людей или что-то есть еще? В общем, я вам предлагаю достаточно голословно вот к этому определению всегда относиться критически, вообще ко всем базовым определениям, пожалуйста, относитесь критически, это поможет вам определять смыслы и видеть принципы, а не правила, да? Значит, ну, критикуешь, предлагай. Как бы я предложил вам, ну, если бы самому, естественно, определиться такое явление, как экономия, я бы сказал, что это деятельность, направленная на преобразование или приобретение некоторых ресурсов, преобразование некоторых ресурсов в ценности, а также это повышение ценностей, этих ценностей. И для чего? Для удовлетворения потребностей людей. Значит, что здесь важно? Здесь важно, что речь идет не только о обеспечении жизнедеятельности, но и разного потребностей. Например, это было все по пирамиде масла, если вы знаете такое. Это и безопасность, это и качество жизни, это и социальные взаимоотношения, и вся-вся-вся пирамида, вплоть до вай-фая с интернетом и коммуникации в ТикТоке. Это тоже потребность людей, экономика работает тоже в том числе на этом. Значит, в чем важный момент? В том, что ресурсы, которые человек видит вокруг себя или внутри себя, он старается преобразовать в некоторого рода ценности. Ценности, они потому и ценности, что они удовлетворяют наши потребности. И этими ценностями может быть все, что угодно. Не только товары и услуги. Это может быть общение. Когда вы общаетесь в социальной сети, это все прекрасно монетизируется, тоже часть экономики. Никакой особенной услуги вы при этом не приобретаете, никакого товара не приобретаете. В терминах смыслов, а не в терминах хозяйственной деятельности. Это ценность. Мы можем преобразовывать лежащие вокруг нас ресурсы ценностей. Мы можем повышать ценность уже имеющихся ценностей. И мы можем приобретать ценности в ходе некоторого обмена. И мы обмениваемся именно ценностями, а не товарами и услугами. Торговля, как обычное определение торговли. Я вот сюда не стал писать много. Но это обмен некоторого рода товарами и услугами. Запомните, пожалуйста, что торговля и trade – это обмен ценностей. Почему я с этого начал? Потому что доверие – это необходимая инфраструктура для обмена ценностей. Причем любого рода. Сейчас мы будем говорить в конце конкретно об обмен ценностями, в том числе товаров, услуг, какой-то информацией. Вот для этого, для того, чтобы это состоялось, необходимо базово выстроенная перед этим инфраструктура доверия. Если мы с вами не установим какое-то там изначальное доверие, как мы с вами установили в начале этой элекции, мы с вами никакой информации не обменялись. Давайте попробуем чуть-чуть подробно про это поговорить. Ну, тут я немножко привел аналогию с сетями связи. Есть сеть связи. Мы берем телефон. Сейчас это все может не выглядеть как проводная сеть, да, где-то частично это беспроводная сеть, или это вообще полностью беспроводная сеть, если это спутники. В этих сетях связи возникают некоторого рода сигналы, которые электромагнитные сигналы, которые все шерстят из одного из одной точки к другу и обратно. А мы с вами при этом обмениваемся информацией, словами, эмоциями. Слова и эмоции – это наши ценности. А сама инфраструктура сети связи, каналы связи – это инфраструктура нашего с вами доверия, в рамках которой мы можем информацию обеспечить. Существует ряд факторов доверия, которые могут уровень этого доверия повышать. В целом по инфраструктуре не могут понижать. Или в целом по инфраструктуре, или в рамках одной конкретной коммуникации. Этот список здесь может быть не полон, вы можете его дополнять самостоятельно, исходя из вашего личного опыта. Но основной набор, причем это касается любой ситуации, в которой доверие выступает в инфраструктуру для обмена ценностями. Первый фактор доверия – это лояльность. Лояльность некоторой системе. Если вы обмениваетесь ценностями с некоторой системой, например, с государством, вы приходите на почту и покупаете… Ну ладно, не на почту, если вы в госуслуги приходите, а передаете какие-то данные, получаете какой-то сектор. Вы ощущаете свою принадлежность, лояльность этой системы. В государстве обычно лояльная система, даже если мы не говорим о политической системе, это всегда социальные институты, гражданские институты, это всегда городские институты, и мы довольно-таки лояльны. Мы пользуемся общественным транспортом и теми же самыми госуслугами. Если мы чувствуем свою принадлежность в системе, мы ей лояльны, это фактор наших доверий. Значит, наше доверие общее будет больше. Второй фактор – это уверенность в инструментах обмена. Ну, поскольку обмен не всегда происходит из рук в руки, даже в случае обмена товаров на деньги, особенно если это большие товары и большие… квартиры и потечный взнос. Из рук в руки передать сложно. Такие большие суммы в руках существуют. Некоторые инструменты этого обмена, в том числе банковские ячейки, или если речь идет о передаче каких-то информации, то, опять же, это канал коммуникации, защищенный канал. И тут мы должны быть максимально уверены в том, что этот инструмент сам в себе надежный, защищенный и гарантирует обмен в обе стороны равным образом, желательно одновременно. Значит, еще один фактор доверия – это таким сухим научным языком, можно назвать близость к контрагенту в психологическом пространстве. Ну, речь идет о том, что с гораздо большей степени вы будете доверять человеку, которого вы знаете, человеку, который с вами связан какого-либо рода связями, в том числе родственными, дружескими, коллега по работе, участник того же сообщества, житель того же города, житель того же региона, человек того же пола. Ну, любой, любой, то в психологическом вашем портрете может быть на вас чем-то похож или чем-то вам привлекательным, будет вызывать больше доверия. Если человек вам улыбнулся и вам понравилось ряд его белых зубов, вы скорее установите с ним необходимый уровень доверия для того, чтобы совершить обмен некоторыми ценами. Речь идет об этом. Еще один важный фактор доверия, это некоторая такая стабильность, устойчивость, неизменность к каким-то важным. Она некоторым связана, ну, образом может быть связана с предыдущим фактором, но не обязательно. Речь тоже может идти, например, о государственных институтах. Ну, вы понимаете, что та же самая государственная школа, она стоит на своем месте, да, и через год, через два, через пять, скорее всего, она будет стоять там же и работать там же. Может быть, не с теми же самыми людьми, но как институт, да, вполне предсказуемо будет обеспечивать некий уровень обслуживания, да, если мы говорим о системе образования, сервисе. Да, в этом смысле частная школа, ну, может, если не в любой момент, то вариантов там закрыться, да, по экономическим причинам гораздо больше. И в этом смысле, опять же, доверие государственным институтам выше, чем бизнес-компании. И я почему об этом говорю, этот список в целом, он важен с точки зрения того, что, о чем он говорит чуть дальше, это об обмене данных. Вопрос доверенно связанных с этим обменом. То есть еще один фактор, это насколько хорошо вы оцениваете желание контрагента, да. Если вы, опять же, там, знаете или хорошо понимаете, или думаете, что вы хорошо понимаете, как устроен другой человек или организация, с которой вы предполагаете обменяться ценностями, то это, там, тоже хороший фактор доверия. Это про предсказуемость, это про уверенность в будущем. Если эта компания, которая собирает, например, согласие на сбор ваших персональных данных, и эта компания, вы знаете, она появилась три дня назад за углом, и вы первый раз видите ее название, это один уровень вашего доверия, довольно невысокий, скажем так. А если это, допустим, филиал Сбербанков, то уровень доверия будет уже грубой, потому что вы понимаете, что они работают по общим правилам и имеют довольно предсказуемые реакции, да. Вы можете промоделировать их реакции и можете быть уверенным в том, что за ними стоит большая какая-то история, за ними много кто наблюдает, и чего они хотят от вас. И вот очень важно понимать, что от вас хочет ваш контрагент, если это ваш знакомый и он хочет просто вместе с вами пойти в кино и говорит, ну слушай, дай мне номер свою карту, я куплю тебе отдельный билет. Одна история. Другая история, когда опять же непонятно для вас ИП запрашивает ваши парскими данные для того, чтобы опять же продать вам этот самый билет. Вы не понимаете желание этого контрагента иметь в вашу данную. Зачем ему надо? В Бербанке еще может быть более-менее понятно это было бы, какие стоят анодательства, которые им это предписывают. Следующий очень важный фактор, такой негативный фактор скорее доверия это риски или их отсутствие. Чем меньше рисков вы видите, тем больше уровень доверия вы сможете установить. Риски могут быть самого разного рода, это могут быть экономические риски, это могут быть имиджевые риски, это могут быть имиджевые риски репутации, это могут быть социальные риски и любой риск, связанный с некоторым ущербом, как вы его можете воспринять на самом деле. Не всегда может быть строго прописано в законодательстве и не всегда это выражается в книгах. Все, что вы считаете как риск, болезнь, уменьшение качества вашей жизни риска. И это тоже вы принимаете его внимание, когда собственно оцениваете тот уровень доверия перед обменом ценностями, которые вы собираетесь совершить. Ну и наконец, самый важный, как мне кажется, в текущий момент на рынке обмена данными фактор это присутствие некоторых доверенных последников и наблюдателей. А часто доверие может повышаться в присутствии того человека, которому вы доверяете, того института, которому вы доверяете. Через что-то действуете, то, чему вы доверяете, каким образом уровень этого доверия вы транспорнируете на конечную ситуацию. Значит, давайте перейдем уже к теме. сегодняшний про обмен данных. Что такое данные? Конечно, слышали, это тоже банальная фраза, что данные это новая нефть, но что это означает? Не про нефть, скорее я бы хотел подсветить, что данные это ценность. Это важно в контексте нашего разговора, да, как ценности. данные могут быть разные, сейчас посмотрим, в чем может быть разница именно в ценностном отношении, но важно понимать, что когда вы передаете кому-то какие-то данные, человек это воспринимает как ценность, или там организация воспринимает как ценность, и отдает вам в отмен на это тоже какие-то ценности, это могут быть товары или услуги, это могут быть облегчения получения каких-либо других ценностей, сервисов, книг и так далее, доступ к чему-нибудь интересному и важному. В общем, данные это ценности. Данные, кроме того, это экономический актив, их можно оценивать, это не так просто у нас в ассоциации мы ведем проект как раз по оценке экономического актива, это довольно простая история, но тем не менее все компании понимают, что данные экономические активы в этом смысле во-первых, их можно монетизировать, второе, ими можно торговать, третье, это основа может быть основа вашей капитализации. Третий момент, который тоже надо учитывать обязательно, когда мы обеспечиваем ситуацию с данными, это данные, это информация. Это означает, что и данные также можно копировать, данными можно обмениваться, и они могут терять ценность при раскрытии данных, как информация, и со временем они также теряются. Эти моменты стоит иметь в голове, когда мы собственно анализируем обмен, ситуация обмена данными ценностей. Давайте посмотрим, как этот обмен данными может происходить, между какими участниками. У нас три основных есть категории, так скажем, участников этого обмена. Бизнес, граждане и государство. Это довольно стандартная схема разделения групп интересантов. можете пользоваться практически в 90% случаев, когда вам нужно проанализировать стейкхолдеров какого-либо процесса или результата. Ну, понятно, что всего у нас может быть шесть моделей такого обмена, когда граждане обмениваются информацией данными друг с другом, когда граждане обмениваются с бизнесом, бизнес друг с другом, бизнес обменивается с государством, какие-то ведомства между собой могут обмениваться также, и граждане также обмениваются чем-то ценностями в том числе данными государствами. Но вопрос обмена данными граждан сегодня мы оставим за рамками нашей беседы потому что он не имеет большого экономического смысла для нас. Вопросы межведомственного взаимодействия тоже достаточно нервничная, поэтому мы рассматривать не будем, а вот остальное попробуем рассмотреть более подробно. но что надо иметь ввиду обязательно есть две категории данных, которыми можно обменивать. Первая категория это персональные данные, вторая категория это неперсональные данные, и в этих неперсональных данных могут на самом деле содержаться данные, которые были сформированы на основе персональных, это могут быть обезличенные персональные агрегированные данные, ну и очень большой объем данных, которые персональным непосредственно могут появить отношения, хотя могут иметь отношения к экономической активности субъекта персональных данных, например, информация транзакция, аналитика, статистика, это данные интернета вещей, это промышленные данные, данные о юридических лицах и их активности, и многое другое. Почему это надо учитывать? Потому что ситуация будет довольно кардинальным образом отличаться в том или ином случае. Сейчас мы посмотрим примерно как. давайте посмотрим на наши факторы доверия в канале граждан и канале отмена данными граждан и попробуем проанализировать все эти факторы, насколько уровень, насколько хорошо они влияют на устанавливаемый уровень доверия. граждане редко бывают системно принадлежные и в этом смысле лояльные некоторым бизнесам. Если только мы не говорим о ситуациях, когда это прям супер крупная компания, которая серьезным образом ассоциируется с государственным институтом. Мы все одну или две компании точно знаем, и опросы и исследования показывают, что когда люди приходят в крупнейший банк, у них возникает до сих пор возникает впечатление, несмотря на то, что это частная компания с государственным участием, у них все равно возникает впечатление, что это государственная института, как раньше было. Но за пределами этого конкретного случая системная лояльность довольно-довольно низкая, да, вы приходите в коммерческую организацию, в коммерческую компанию приобрести или воспользоваться каким-то сервисом, не чувствуя базовое, базовое нечувство, что вы к ней принадлежите как к системе, если вы там не работаете. Да, все компании, прекрасно понимая, что вот такая лояльность повышает уровень доверия и, соответственно, повышает уровень доверия, расширяет границы этого коридора, в котором может происходить отмен. если у вас с вами установился хороший контакт и высокий уровень доверия, я вам смогу отдать больше и принять от вас больше и больше ценного. Так вот, все компании коммерческие стараются работать на то, чтобы эту лояльность повышать различными методами программы лояльности, персонализации, обращаясь к вам по имени, становясь вашими или друзьями, или вовлекая вас в свою интересную систему, чтобы вы чувствовали к ней какую-то принадлежность, и это было классно. Они таким образом устанавливают уровень из лоу в видео. Если мы говорим об инструментах обмена, в целом это довольно неплохая ситуация, потому что если мы говорим о крупных игроках рынка, банк, телеком компании, интернет компании, вот эти инструменты обмена у них очень хорошо проработаны. Во-первых, у них есть немаленькие законодательные требования, но и технические требования тоже. Знаете, у таких крупных компаний службы безопасности предъявляют требования и юридические службы предъявляют требования к собственным продуктам, к собственным процессам более высокие, чем требования к законодательству. В этом смысле можно быть уверенным, что когда вы сдаете биометрию крупному телеком оператору, то в целом ваша информация может быть защищена не хуже, чем когда вы делаете такой способ. Немножко другая ситуация будет в случае, если это малый и средний бизнес. И именно поэтому здесь не стоит уровень хай и видео, потому что их довольно много, довольно много информации страшно нас с вами собирать. И не всегда мы можем быть уверены, что эта информация хорошо защищается и хорошо передается. Следующий фактор близость к контрагент психологическому пространству здесь он стоит в нижнем сегменте влияния, потому что психологически коммерческая организация от нас далеко. российский мирный менталитет ближе, если вы знаете, в Индии есть варны, да, прахманы, жрецы, шатрии, воины, вайши, предприниматели и шудры. Это слуги российским менталитетом ближе к прахманическому типу, а вайши всегда были такие. С точки зрения предпринимательства стяжательства попадалось всегда негативными коннотациями, поэтому в психологическом пространстве до сих пор коммерческая организация стоит гораздо дальше, чем просто знакомые по лестничной клетке или даже чиновники. Поэтому здесь высокий уровень влияния на хорошего доверия. Но, тем не менее, коммерческая организация все-таки в среднем достаточно устойчивая, если вы это по-многому зависит от общего экономической стабильности, но, тем не менее, крупная известная компания довольно устойчивая, но, тем не менее, риск того, что банкрепция существует, особенно в условиях высокой экономической полотенции. При этом мы хорошо, как правило, оцениваем желание друг другу, как контракт. Бизнес прекрасно понимает, чего хочет. Человек, когда он приходит в коммерческую компанию, ну и человек, который приходит в коммерческую компанию, должен прекрасно понимать, что коммерческая организация занимается своей целью ставит излечение прибыль. Иллюзии на тему того, что я приду в банк и просто так им деньги у нас, я надеюсь, не поводят. Отсутствие рисков в данной ситуации не очень высоко оцениваем, потому что как раз коммерческие риски или риски передачи персональных данных коммерческую организацию довольно высокие. Все наслышаны об утечках. Это поддерживает некоторый негативный фон связанный с персональными данными, поэтому риски здесь на текущий момент выглядят высокими. Несмотря на то, что инструменты этого обмена могут вызывать приятия надежные, само хранение моих персональных данных коммерческих компаний все-таки может оцениваться как потенциально рискованное. Ну и присутствие доверенных последних наблюдателей обладает средним риском, средним влиянием на доверие, потому что этот институт не очень хорошо развит именно вот в этом канале граждане и бизнесе не очень пока понятно какой именно наблюдатель здесь может повысить доверие. Это либо может быть человек, который по сарафанному радио вам что-то сказал, что я там был там нормально, либо это какой-то опять же государственный институт, который может поступать последним, но это очень часто и очень важный момент, который отличает персональные данные и остальных, мы как субъект персональных данных сохраняем с ними связь даже после совершения обмена от неценностей. Писали согласие на то, что наши данные собрали и передали, но психологически мы с ними связь сохраняем и не только психологически, это все-таки остаются данные некоторыми сведениями о нас, о наших характеристиках, о нашей жизнедеятельности и это увеличивает риски того, что данные будут обезличены, да, ДА-Безличенные данные будут переданы третьим лицем без нашего ведомства и это понижает общий уровень давления. Значит, ситуация с каналом граждан государства немножко иная. Я прям, наверное, прям попробую пощелкать, чтобы увидели зелененького тут больше а красного меньше. О чем-то мы уже поговорили, но понятно, системная лояльность гораздо выше в государственных институтах, мы как раз принадлежим этим системам и это устанавливает базовые высокие доверия. Инструменты, кстати говоря, обмена не лучше могут быть, чем у коммерческих организаций, но что касается стабильности и устойчивости контрагента во время, конечно, здесь очень высокий фактор влияния. Мы знаем, что даже если в стране поменяется правительство, то, скорее всего, МФЦ останется на том же самом месте. Ну и здесь присутствие доверенных последних наблюдателей совсем низкий уровень будет иметь, потому что непонятно, кто им может рассказать, кроме самого государства или самих людей. Значит, что происходит, когда мы переходим в канал обмена ценностями между коммерческими организациями, друг с другом. Речь здесь идет в большей степени о данных как экономическом активе, и даже если в составе могут быть такие персональные данные, они здесь не имеют такой ценности, вернее, связи с субъектами персональных данных, и в большей степени оцениваются именно как ресурс, на базе которого можно выстроить какую-то экономическую ценность, продукт, сервис и так далее. Что здесь важно отметить? Коммерческие компании уверены в инструментах обмена друг с другом, потому что эта техническая часть проработана очень хорошо всегда. Они хорошо друг друга понимают, хорошо знают, что хочет другой. В целом друг для друга они стабильны, равным образом могут оценивать риски, и фактор, который очень серьезным образом влияет на уровень доверия, как раз оказывается присутствие некоторых доверенных посредников и наблюдателей. Поскольку речь идет о коммерческих компаниях об увеличении прибыли, о конкуренции, все, что они передают за свой контур кому-то, даже на условиях договорных отношений, воспринимается как потенциальная угроза коммерческой ценности и того, что они передают. В этом смысле передача в контур доверенного посредника и обработка данных там выглядит гораздо больше и гораздо более успешной историей для них, чем передача например. тоже касается, когда бизнес обменивается данными из государства. Часто бывает, не секрет, что от объединения данных, которые имеются у крупных коммерческих компаний и от государственных ведомств и государственных инновационных систем, можно получить довольно большой профит, большую синергию. Данных и у тех и у тех довольно много. Если научиться их правильно объединять, пересекать, это может дать очень серьезный пуст как рынку, так и государственному управлению. Но сложность здесь очень-очень большая, потому что коммерческие компании не хотят бесплатно передавать данные, во-вторых, данные, экономические активы, передавая государственные институты, они совершенно не уверены, что, первое, данные будут хорошо защищены, а второе, что данными не воспользуется никто конкурентных целей. ну, вот так сложилось, что такое недоверие есть, к сожалению, было ряд историй, когда это происходило, и данные передаваемые контуры вроде бы государственной системы, да, потом становились объектом, на базе которого создавался конкурентный сервис. Компаниям это не нравится, поэтому им крайне важно доверие посредник, опять же, или там наблюдатель, или какой-то инструмент, который позволяет этим процессом управлять большей степени. Причем, доверие между бизнесом и государством, кстати говоря, тоже отдавать данные в открытый доступ, не всегда спешит, но не только потому, что это сложно, проект открытой данной в нашей стране вроде как завершился, и вроде бы какие-то правила, политики, стандарты открытия данных были установлены, но тем не менее ситуация с ним остается не самой лучшей, я думаю, вы об этом тоже наскажите. Государство, во-первых, не видит часто коммерческие, не коммерческие, а не видит вообще для себя ценности передачи этих данных и в открытии данных, или даже не в открытых данных, а просто в передаче каких-то данных коммерческим компаниям, которые на них могли бы, например, создать какие-нибудь обучающие модели машинного обучения или гейросети и сделать даже что-нибудь хорошее. Ведомства не всегда спешат этими данными делиться, поэтому здесь тоже важен институт таких доверенных посредников, только для государства это уже будет с другой стороны ситуация, потому что для государства важно никогда много-много маленьких компаний приходится одного платформа, хотелось бы чтобы было какое-то одно или там несколько входных таких агрегаторов, да, они, так и называются, доверенные посреди, какая-то платформа, на которой все остальные коммерческие контрагенты могут, собственно, с другой стороны не прекратиться, и мы можем управлять регулированием через какую-то единую платформу. Вообще централизация это один из основных трендов нашей политики. Значит, резюмируя вот этот анализ, еще раз подчеркну, что в ситуациях обмена данных в сегменте фактор наличия доверенного посредника является ключевым, вот, но поскольку я довольно долго уже говорил о сложной речи, предлагаю посмотреть на эту картинку, задать себе вопрос, насколько вы этому человеку доверяете, и если теперь на эту картинку посмотреть, то можете сравнить это с уровнем доверия, который у вас был до справа Папа Римский, если что, слева это человек, не буду сейчас рассказывать всю историю, сравнить свой уровень доверия, вот в данном случае Папа Римский это доверенный посредник, который своим авторитетом наделяет конечный контрагент, допустим, с которым вы хотите обменяться, повышает его уровень доверия вместе с нами за счет своего авторитета. Это, кстати, тоже монетизируется, давайте попробуем посмотреть, давайте перейдем тогда к конкретно одному из наших проектов, мы как Ассоциация Больших Данок и в институте исследований прекрасно понимаем, что уровень доверия в целом на рынке расширяет границы возможностей для обмена данными и ускоряет этот обмен обмен данными ускоряет в целом переход к граничной экономике данных, о которой говорил президент и надеюсь вы знаете, что у нас планы разработка и запуск национального проекта экономики данных никакая экономика данных без хорошего оборота данных и обмена данными построена в разумные сроки быть не может вот у этого есть ряд ограничений связанных в том числе с тем, чтобы обеспечить интересы субъектов персональных данных и обеспечить их конфиденциальность вот эти вопросы все надо решать и вот мы считаем, что в большой степени эти вопросы можно решить внедрением института доверенного посредника на рынке данных значит что такое доверенный посредник на рынке данных это некоторая технологическая и организационная инфраструктура в которой данные могут обезличенным в обезличенном виде объединяться и обрабатываться с использованием инструментов криптографической защиты инфрациальных вычислений и кроме того вы можете как владелец информации которую передаете инфраструктуру и дальше управлять управлять ее использованием в таких целях ее используют вот и при этом ни один из пользователей эта платформа не может видеть и получать доступ ко всей информации в целом как к той доступ к которой ему функционирован в рамках этой платформы может выиграть это себе и конечно же той доступ к которой не разрешен то есть это такая защищенная среда но это не только технологическая инфраструктура это очень важно это еще и организационная структура мы как раз проработали этих аспекта наш план по реализации этого проекта и состоит в том чтобы сначала провести эксперимент в рамках так называемого экспериментального правового режима не так давно несколько лет назад в нашей стране запустил создались правовые условия для создания экспериментальных правовых режимов такие регуляторные песочницы я опять же надеюсь что вы про них слышали это такой режим который позволяет то что находится в серой зоне правовой ну например вы хотите запилить какой-нибудь сервис коммерческий на данных ваших клиентов вот но вы не понимаете еще потому что вы только его придумали вы не понимаете насколько информация сможет быть защищена и насколько вы можете обеспечить комплаенс с законом о персональных данных потому что это такая инновация вам надо быть данным и посмотреть что есть сейчас если вы начнете что-то такое делать вдруг произойдет утечка или даже если не произойдет вам может прийти регулятор и сказать вы занимаетесь не тем что разрешено прямым образом и выпись окончена можно даже не валить поэтому часто вот такие идеи не воплощаются ровно по причине каких рисков быть оштрафов существует такая регуляторная песочница в рамках которой по строго определенным образом построены программы с оценкой рисков под наблюдением регулятора вы можете такой сервис как бы запилить то есть вы приходите цифрой инэк вы говорите я хочу попробовать такой сервис условия такие-то порядок представления сервиса такой-то я готов давать отчет каждые три месяца такие-то меры предосторожности я собираюсь предпринять вот такая у меня программа вот такой срок 3 года действия если все это соответствует требованию федерального закона можно попробовать пройти все процедуры бюрократического характера мы сейчас их проходим пока еще не дошли до конца и потестировать этот сервис посмотреть как он работает в годы если там в целом ущерб не очень большой риски не реализовываются то можно те исключения в законодательстве которые должны быть сделаны для того чтобы этот сервис мог быть разрешен прямым образом вот такие исключения можно уже погружать в федеральный закон и таким образом каждый на рынке может подобный сервис запилить не боясь того что регулятор придет и его оштрафуют значит это в этом смысл экспериментально правого режима и вот в данный момент как раз пытаемся такой режим получить под нашу технологическую организацию инфраструктуру доверить посредник данных который собственно повышает должен призван повысить уровень доверия на рынке обмен данными и ускорить переход к экономике мы проработали естественно все технологические вопросы защиты связи защиты данных в том числе персональных вопрос обезличивания оценки рисков в целом для всех экспериментов должен дать какой-то профит ту или иную сторону и если наш проект овенчается в первом то есть мы такой институт протестируем я уверен что он должен быть успешным и внедриться повсеместно но повсеместно это значит что он просто не будет централизованно на стороне государства любая коммерческая организация или конгломерат коммерческой организации или некоммерческая организация может создать такой инструмент и если она сама обладает достаточно высоким уровнем авторитета например она может выступать таким доверенным посредником конкурировать с другими доверенными посредниками повышать надежность инструментов обмена данными и вступать в эту рыночную историю и таким образом кумулятивно повышать этот уровень доверия на рынок я не буду подробно остановиться на расплетение организационной и технологической структуры в целом даю вам время чтобы немножко на это посмотреть может быть для вас это будет интересно я потом поделюсь с вами презентацией вы сможете изучить это более подробно если вам это будет дальше еще интересно можете прийти потом и позадавать вопросы расскажем с коллегами поподробнее вот скажу что довольно глубоко мы этим проработали и в заключение ну как я уже сказал доверенный последний должен придать значительный густ развитию рынка за счет повышения доступности данных вследствие восстановления высокого уровня доверенного доверенный последний да как фактор влияния повышение доверия он может влиять и на другие факторы он может повышать лояльность пользователей он может повышать уверенность инструментов обмена потому что может поступать как технологический разработчик и пользоваться самыми лучшими инструментами он обеспечивает устойчивость контрагентов во времени проверяя их да со своей стороны вполне предсказуемая история это должна быть если это не коммерческая организация и снижает риск наверное это все что я бы хотел вам сегодня рассказать как принять участие в дискусе добрый добрый день еще раз да я отключалась видео я снова с вами я спасибо вам большое я очень много для себя узнала на самом деле не думала что все настолько глубоко с точки зрения обмена данными воспринимала всегда это как ну какую-то техническую составляющую и не думала о факторах доверия что их так много на самом деле спасибо еще раз большое ребята может у вас какие-то есть вопросы я думаю вот у нас первый вопрос в чате всегда ли информация поддерживаем большинство является правдивой может ли быть бизнесменом человек без экономического образования как на ваш взгляд такой конечно вопрос может быть смежной с темой но вот я думаю что ребятам интересно ваше экспертное мнение здесь два здесь два вопроса давайте есть по-настоящему стараюсь соответствовать всегда ли информация поддерживаемая большинством является правдивой это серьезным образом зависит от того как вы определяете правду в свое время я скажем так ну ладно не скажу разработал вернее так есть есть стандартное определение истинной по-настоящему тарском у вас был какой-то курс по логике хотя бы по философии там математики был такой ученый замечательный альфред тарский вот он вслед за аристотелем сформировал определение истинной истины то что соответствует действительности какой-то вот в нашем мире правдой можно называть например то что поддерживается большинство всегда ли будет так нет не всегда потому что если вы так правду определяете вот это такая правда как это проверить это очень сильно связано с инструментом проверки большинство надо определить что такое большинство например если у вас 100 человек 65 вернее там 51 это прям большинство вам этого достаточно если 51 человек говорит на улице дождь а 49 говорит что на улице дождя нет вы как будете дождь идет приметы это очень интересные вопросы относительности правды то что на улице упала капля это факт который теоретически можно где-то зафиксировать а вот идет дождь или не дождь это такая уже большая степень оценка но даже и прокапливал можем фиксировать факт только с определенной степень неуверенности в общем там большие вопросы возникают вкратце говоря что я бы сказал нет не всегда информация поддерживаем большинство может ли быть бизнесменом человек без экономического образования легко должен быть бизнесменом экономическое образование может даже мешать потому что бизнес это творчество бизнес это любовь это классная штука конечно значит обмен ценностей бизнес это основа экономики как мы видели уже мы создаем ценности преобразуем ресурсы ценности и обвиняем все вот обмен ценностями это все равно что обмен энергии а это есть любовь поэтому если вы захочете стать бизнесменом вам должны функционировать творчество ну конечно про империтор да тут есть вопрос про ценность информации про ценность в мире постоянного ее потока я бы на самом деле может быть перефразировала вопрос я просто недавно видела такие ну исследования основанные на создании на основе чата искусственного интеллекта который будет подсказывать фейк это новость или нет например вот верите ли вы в применимость искусственного интеллекта для того чтобы ну вот на данном моменте его развитие чтобы фильтровать и чтобы вот этим может быть каким-то посредником который бы говорил нам новость правда или новость неправда был бы искусственный интеллект значит конечно можно разработать таких помощников но всегда нужно помнить что это не более чем помощник финальное решение останется за вами если вы будете полностью полагаться на мнение помощника каким-либо умным начитанным и всезнающим финальное решение должно принять вы доверять ли этому помощнику в каждом конкретном случае поэтому единственный вариант это развивать собственное критическое мышление еще никакого другого варианта нет но доля скептицизма должна присутствовать всегда но я вас призываю не не уделять это сверхценности скептица я искренне считаю что должны быть глубоко верующими людей верующими в добро то что наш мир хороший но конкретным людям может быть нормально вспоминаю как раз про конфабуляцию про которую вы на подкасте рассказывали как будто бы искусственному интеллекту еще рано доверять такие полномочия доверенного посредника скажем так между потоком информации новостей и обычным пользователем ну конечно искусственный интеллект сейчас снова по подкасте заговорим это классная штука она нас очень многому должна научить вот что мы должны не передать ей какие-то свои функции верхнеуровневые все решения должны быть приниматься верхнего уровня на искусственный интеллект должен быть нашим помощником иначе кто чем будет помощником и кто будет принимать финальный литер ну да вот хороший вопрос был про методы восстановления доверия при компрометации данных я думаю что это вообще на отдельную лекцию вопрос может быть какой-то краткий комментарий из основных каких-то методов что может сделать самое простое вот вы всегда перекладываете это на простые человеческие отношения вот если вы кого-то обманули обман раскрылся как вы останавливаете доверие человеку ну полностью открыто вы должны осознать принять расследовать если это компания допустим произошла утечка вы должны максимально полное и открыто расследование провести и опубликовать результаты этого расследования сказать что у вас было не так и как вы собираетесь поступать так чтобы этого больше не было только так ну плюс есть возмещение ущерба некоторым образом это тоже восстанавливает доверие но там есть другой побочный на этом могут выстраивать не очень хорошие компания против вас ваши недоброжелательные делать что-то спецерами ну в общем ущерб и возмещение ущерба после печь данных очень сложная история как посчитать нет ну да главное провести работу над ошибками признать ошибку и доработать ее и об этом естественно сообщать что конкретно какие были действия сделаны для этого чтобы демонстрация намерения спасибо большое тут еще один вопрос есть насколько справедлива популярная риторика противопоставления прозрачности и приватности можно ли обеспечить транспарентную политику управления данными при этом сохраняя полную приватность пользователей нет знаете как это такой этот разговор как раз на самом деле краеугольный сейчас во всем мире как обеспечить в общем-то поток поток данных достаточно для того чтобы там экономический рост приходил позитивный и защитить при этом субъект персональных данных вот нигде в мире еще не нашли эту точку мы тоже стараемся искать если мы скатываемся в Европе в GDPR и во главу угла оставим защиту персональных данных экономика начинает стагнировать компания не могут они просто тратят бешен бюджета на информационную безопасность вместо того что там часть поместить по развитию вот с другой стороны полная прозрачность это тоже такой утопический мир мы про это читали и смотрели фильмы с вами хотим ли мы в таком жить я не знаю это довольно сложно но смотрите здесь точно так же как у государства и вообще общественный договор в большой степени складывается между двумя крайностями свободы и безопасности вот мы как граждане всегда договариваемся с властью о том где будет проходить вот этот раздел где мы готовы поступить с нашей свободой ради безопасности которую безопасность обеспечивает государство если вы приедете раньше я рассказывал свободно если вы приедете в Европу выедете на улицу и популяете словить вай-фай возможности куда-то свободно постерфить будет очень мало при этом все запишут в этом смысле свободы будет не очень много но много безопасности расследования с цифровыми доказательствами ничего прекрасного происходит свобода мало много безопасности в нашей стране традиционно мы такие свободолюбивые мы больше любим свободно посерфить без ВПН по разным сайтам поэтому не очень любим ВПН хотя пользуемся большой уровень свободы но конечно безопасность нам тоже важна и государство когда начинает нагнетать обстановку в том числе и утечек специальных данных оно таким образом пытается этот баланс тоже немножко сместить чтобы некоторым образом под соусом обеспечения безопасности немножко ограничить наш соус потому что оно чувствует некоторый дисбаланс ну вот в этой части надо просто понимать как это устроено не призываю никаким оценкам тех или иных действий просто помните что между гражданами и государственным диалог в основном происходит на этой шкале в интернете шкала она может действительно преобразовываться в шкалу между прозрачностью и приватностью и тут тоже нам нужно просто нащупать какой-то консенсус да или там консенсус или компромисс от чего-то отказаться от свободы но что-то приобрести всегда от чего-то отказываясь мы что-то приобретаем наоборот отказываясь от безопасности приобретаем свободу в разное время нам важно может быть разное полноцензий не может плавать полностью трансформентную политику управления данными и при этом сохранить полную приватность пользователей невозможно но достаточно приемлемый уровень инфиденциальности защиты информации и писательных данных обеспечить можно при довольно прозрачных политиках управления данных надо просто определиться с тем что такое достаточно приемлемо и что такое персональные данные до сих пор существует слишком расширительное толкование персональных данных мы заинствовали его из Европы все где вы чекнули остается вашими персональными данными даже если это это обезличено вот это не очень здоровая история она как раз делает большой перекос в сторону приватности соответственно задерживает рынка я сейчас говорю не просто рынок каких-то жирных котов которые занимаются рынком больших данных а наш с вами рынок это наша с вами экономика наша с вами хозяйственная деятельность направленная удовлетворение наших потребностей в 15-20-18 проектах если не ошибаюсь следующий национальный проект цифровая экономика станет экономикой данных тоже так очень символично с акцентом именно на данные как вы сказали данная теперь информация новая нефть если возможно давайте к следующему вопросу спасибо большое вам за ответ если у вас есть немножко времени вопрос интересный относительно больших данных бигдаты какие вы видите перспективы в ближайший год относительно развития больших данных их хранения обработки в России ну посмотрите рынок растущий растущий не означает что он будет расти вечно как любой рынок допился некоторые важные как бы объем этой обработки технологий и самих данных чтобы кривая как будто она идет сначала потом количество начинает переходить в качестве возникает вот такое кривая начинает подниматься мы сейчас находимся вот на подгеме в разных отраслях по-разному банковские отрасли телеком интернет крупные компании типа там пока яндекс ритейл и недвижимость это вот те флагманские отрасли которых прямо хорошо они прям развиваются и этот рост он будет происходить он может быть просто чуть более сглаженным более крутым в зависимости от того как будет развиваться регулирование в ближайшие годы будет ли внедрён как раз механизм заверенного посредника будут ли уточнены пороги обезвечивания достаточных того чтобы можно было обменивать данные без согласия будут ли уточнены механические рекомендации по применению законного интереса при обработке данных вот эти все вопросы они влияют на склон кривой ну а дальше через какое-то время естественно это все выйдет это это кривая она выйдет на плато когда там через 5-6 лет мы пока не знаем ну в общем пока мы находимся на взлете где-то там в 24-м или сейчас уже в 24-м в 25-м году где-то там мы оцениваем рост именно рынка больших данных по сравнению с 21-м годом ну там почти пора это такой хороший рост который обеспечен просто экономическими объективными обстоятельствами да совсем держать возможно но дома с точки зрения хранения у нас есть где хранить данные это не какой-то такой мы успешно замещаем там понятно что не все гладко но где хранить данные это не самый как обмен сложнее сейчас государство сделает у нас проект едино централизованную систему обмена данных все умрет мы будем надеяться что нет я имею ввиду нет я имею ввиду что компании будут сдавать всякий шлаг и зарабатывать деньги деньги бюджет потратим как система будет работать но она не будет давать нам ту ценность которую мы ее сдавали это должна быть какая-то компонентная все-таки вас Дмитрий отдельно благодарит за ответ на вопрос тут есть еще сложный вопрос про надэкономические отношения и почему они не рассматриваются тут даже объяснение есть существует политика государства по защите и локализации данных отражение от трансфера к иностранным стейкхолдерам например пример Китая в этом плане очень интересен там идеология много задействована а конфронтация по идеологической линии своего рода недоверие к приобмене ну я скажем так значит я считаю это мое мое лимитрие нет такой политики что-то экономить в чем сейчас особенность развития нашей цивилизации планет в том что уравнят раньше государство есть политика государственная и государство между собой что-то взаимодействие а теперь у нас что теперь у нас фейсбук а теперь у нас гугл и телеграмм нет бюджеты и аудитория это большие страны экономика такая же как у страны твиттер это государство это такая же экономика государство сейчас борются институт государственные борются с институтом корпоративный глобально транснациональным корпоратом корпоративно вот в целях чего экономики или политики вот если вы сможете описать в двух словах разницу политика экономика власть через деньги власть через кресло ради чего ради денег или деньги ради власти сейчас очень очень сильно смешано поэтому когда идеологическая линия она не не оторвана от экономической это просто вопрос влияния знаете был такой философ неважно он рассказывал что такое политика если Вася убил Петю извините еще лично это не политика если Вася сказал Паше убей Петю это политика Вася может сказать Паше это через насилие или через деньги в принципе в принципе можно где-то даже и сравнительно проанализировать ну в общем просто разные инструменты принуждения да спасибо мне показалось тоже что звук немного пропадает иногда вот это не знаю честно говоря не вижу у вас гарнитуру поэтому не могу подсказать с чем связано но мы в любом случае уже движемся к завершению буквально еще если можно один вопросик я думаю что их можно совместить что для вас является более приемлемым полный контроль за вашей жизнью и безопасность или приватность обмена но с последствиями в виде угроз разного рода и вот смежный наверное вопрос если все-таки безопасность то нет ли риска ужесточения вот такого ужесточения надзора не сможет ли стать стимулом для возникновения теневых данных которые будут идти в обход ну может сказать не может знаете вода всегда найдет какой-то способ просочиться да или накопиться ну как бы держать ее в одном в одном в одной емкости довольно сложно особенно если ее много и у нее большой напор значит что касается меня лично что для меня более приемлемо полный контрольный или впоследствии в виде разного рода угроз каждый выбирает для себя в каждый конкретный момент больше соответственно с его текущей потребности когда у меня не было детей мне очень важно безопасность так важно я мне было важно свободным анонимным и самому решать там кто может сейчас у меня трое участников деток я понимаю что их безопасность сейчас для меня важнейший приоритет если для этого нужно зарегистрироваться на должностудах ну прям без этого я не смогу прикрепить поликлинику московскую московскую поликлинику это совершенно не то же самое что в школе я я совершенно спокойно сделаю и поступлюсь этой степени в своей свободе что будет когда они вырастут я не знаю мы посмотрим какой будет мир тогда возможно совсем другой возможно как вот мы с коллегами рассуждали возможно мы будем греться в лучах теплого солнышка а наши аватары будут ходить на совещания на лекции да я вас понимаю спасибо большое за ваши ответы у нас подходит время к концу как раз по таймингу мы планировали что это будет час-час десять но в любом случае сегодня суббота и мы должны уже отпустить и Глеба и ребята уже должны немножечко отдохнуть и приступить я надеюсь к нашим заданиям и нашим картам уже с новыми силами и уши